Вариант 8C1. Источник постоянного тока EDS Epsilon. Внутреннее сопротивление R малое. Последовательно включены сопротивление R1, ключ, который сейчас замкнут, и сопротивление R2 переменное. Бегунок находится в среднем положении. Вольтметр меряет напряжение на клеммах источника. И вопрос задается, что будет, если у нас сопротивление R2. Бегунок подвинут направо. Запишем законом для полной цепи. Epsilon деленное на внешнее сопротивление, состоящее из R1 и R2. И внутреннего сопротивления. И напряжение, которое показывает вольтметр. Он будет показывать у нас EDS минус и умножить на внутреннее сопротивление. Что у нас будет происходить? R2 увеличивается и уменьшается. Значит, отрицательное слагаемое уменьшается. Это означает, что напряжение, которое показывает вольтметр, будет возрастать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...